Итак, всем доброго времени суток, с вами Андрей. В этом ролике мы поговорим об альтернативных решениях Google Play Market на Windows 11. Amazon App Store мы не берем, так как он идет в комплекте с подсистемой. У нас есть Play Market, любые приложения, все. Это ясно. Но можно установить, например, Huawei App Gallery. Открываем. И у нас вот такой вот магазин. Например, игры. Ну что мы с вами поставим из игр? Давайте Бой с тенью 2 поставим. Вот оно устанавливается. Установить. Подождем немножко. Чуть-чуть. Все, вот наше приложение, игра. Запускаем. Это приложение получит следующие права. То есть, это доступ к вашему аккаунту Huawei. Здесь нужно будет регистрироваться. В этом магазине нужно будет регистрироваться. Разрешаем все права. И мы можем играть в игру. Пожалуйста. Только немножко неудобно. А так, в принципе, все работает. Приложение, допустим. Вот что мы можем поставить с вами из приложений. Давайте посмотрим. Ну, например, Яндекс.Карты. Что еще? Давайте установить. Устанавливается. Здесь есть категории приложений. Финансы, социальные сети. Так, что у нас здесь? Телеграм, Вайбер. Всякое такое. Аська. Ну, кому сейчас нужна Аська? Вообще непонятно. Приложение Huawei, то есть тут все есть. Это мобильный клиент, мобильный магазин. Как альтернатива плеймаркету. Есть игры, есть приложения. Вот я ставлю уже Kiwi кошелек. Вот Яндекс.Карты установились. Пожалуйста, запускаем Kiwi кошелек. Вторая альтернатива. Это Аврора Стор. Ну, она выглядит немножко посимпатичней. Спорить не буду. Допустим, вот. Давайте Яндекс.Почту поставим. Вот наша Яндекс.Почта. Мы открываем, она открывается. Здесь есть категории. Есть категории, вот. Очень много категорий. Например, социальные. Но здесь я вижу, что из социальных сетей мало что есть. Поэтому лучше всего из главной страницы что-то ставить. То есть, что вам хочется, что вы считаете нужным. То есть, видите, любые приложения. Что хотите, то и ставьте. Есть поиск. Давайте напишем. Например, Инстаграм. Вот мы нашли Инстаграм. Здесь есть Инстаграм, а также есть Инстаграм Лайт. Я показывал в одном из роликов, что через Инстаграм Лайт можно загрузить, сделать публикацию на Windows Компьютер. Давайте загрузим. Давайте загрузим Инстаграм. Вот наш Инстаграм. Он спокойно запускается. Есть даже чат для Инстаграм с мобильных платформ. ТикТока тут нету хорошего. По поводу ТикТока, любителям ТикТока, во второй части этого ролика будет интересная задумка, так сказать. Вот такой вот у нас магазин Альтернатива Google Play. А вот сейчас самое интересное. Я говорил про приложение для Android TV. Вы помните, я знаю об этом. Есть магазин для Android TV. Разрешаем. Здесь управление надо осуществлять с клавиатуры. То есть, вот YouTube. Установить. Разрешить навсегда. И открываем. И у нас YouTube. Тот, который на телевизоре. Можно войти в аккаунт. Только это всё надо делать с клавиатуры. Осуществлять управление полностью с клавиатуры. Давайте Netflix поставим для Android TV. Чтоб у нас был хороший Netflix. Вот ТикТок. Допустим. Хорош такой ТикТок. Чем он хороший, здесь не надо смахивать вверх. Как на телефонах. Давайте откроем, я вам покажу. Просто нажимаем стрелочку вправо-влево. То есть, спокойно можно использовать приложение для Android TV. Игры те же самые. Даже Microsoft Edge у нас есть. Для Android TV. Но самое большое преимущество для меня. Вы можете не считать это преимуществом, но для меня это очень большое преимущество. Сейчас поймёте, о чём идёт речь. Поиск. Apple. Есть Apple TV. И есть Apple Music. Я беру спокойненько и устанавливаю Apple Music. Даю разрешение. Ставлю, например, Apple TV. Чтобы использовать, например, те приложения, которые для Android TV предназначаются. Нам нужно приложение Android TV Launcher. Вот. А у нас тут всё. Тоже управление скалятурой. Ну, тут платформа Sony TV. Apple TV работать не будет, по-видимому. Может, попозже будет. То есть, вот YouTube открываю, допустим. Могу использовать. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Все ссылочки будут в описании под видео, на эти магазины, на эти приложения. До встречи в новых роликах.